В детстве ребенок постится волей родителей. Когда он становится отдельной личностью, начинается это, может быть, уродливо, но в переходном возрасте, вот это обретение свободы, которая должна быть им получена и таков замысел Божий. Он уже должен сам все те формы духовной жизни и аскетической жизни в том числе, которые предлагает церковь, сам понять, что они ему нужны. Вот у нас была такая сложность в детских постах наших старших детей, потому что у старшего был гастрит, и он не мог без молочного никак. А второй ребенок наблюдал за этим, и было непонятно, как второго можно постить, если старший ест молочное, например, Великим постом. Поэтому мы, конечно, не давили. Третий вообще очень сильно болел, и у него была своя очень жесткая диета, которая с постами, ну, никак не можно было сочетать. Вот прошло какое-то время, мы, конечно, с мамой постились. Прошло какое-то время, и вот второй сын вдруг Великим постом перед началом говорит, «Папа, я решил этот пост без молочного, как и вы». И соблюл весь пост. То есть это должно родиться. Мы ведь, многие из нас, из родителей, пришедших к вере, тоже не с начала жизни постились. Поэтому это должно стать желанным. Может быть, та мера постов в среду, пятницу и четыре крупных поста, которые есть в течение богослужебного года, может быть, эта мера, как цель, до которой надо дорасти, когда человек становится за долгие годы церковной жизни настолько аскетичен, и он настолько любит молитву, и исходя из этого любит пост, потому что пост очень помогает в молитве, что он сам до этого дорастает. А так, конечно, человек, наверное, должен выбрать сам меру своего поста. Такую, чтобы она была для него выносима, учитывать надо и работу, и состояние здоровья, болезни, которые есть по святой отце. Говорят, что полный устав поста, конечно, только для полностью здоровых людей. Я давно таких уже не видел, честно говоря, в окружении своем. Вот поэтому здесь надо быть очень мягким. Если ребенка заставить поститься, то он может просто отвернуться совсем от церкви. Может быть, тогда сказать ему, ты туда трудись, но давай ты сам для себя будешь что-то готовить. Вот мы с папой постимся, у нас просто картошка. Если ты хочешь что-то дополнительное, ты готовишь себе сам. Заодно он научится готовить. Вот, а глядя на ваш пример, вот он уже может, когда вырастет, тоже скажет, да, я буду поститься. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok